Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о трансферной политике ведущих клубов России и сосредоточимся на Санкт-Петербургском «Зените», который объявил о расставании сразу с несколькими футболистами с Олегом Шатовым, Брониславом Ивановичем и Игорем Смольниковым. В разное время это были ведущие игроки команды. Иванович вот до последнего был основным центральным защитником. Но контракты закончились, с некоторыми из них не удалось продлить соглашение. В частности, стало известно, что Ивановичу предлагали новые контракты, даже Смольникову. Но футболисты не согласились, не срослось и вот теперь они уходят из команды. Касательно Шатова я, честно говоря, не слышал, что ему «Зенит» что-то предлагал. И тут было понятно, что футболист из-за травм, скорее всего, уже мало актуален для Санкт-Петербурга. Ну и давайте разберемся. В каждом отдельном случае поподробнее касательно Ивановича. Я здесь разглагольствовать не буду, потому что я уже выпустил видео касательно его ухода. Постараюсь оставить здесь в описании или в комментариях ссылочку. Ну а касательно Шатова и Смольникова давайте разберемся. Потому что это опытные, сильные исполнители. И в преддверии введения нового лимита, где будет максимум 8 иностранцев, терять таких игроков с российским паспортом, казалось бы, нелогично. Давайте разберемся, почему «Зенит» не смог их продлить, или почему «Зенит», возможно, не захотел их продлевать. «Зигзаг Спорт» — это удобный интерфейс, подробная роспись, как в линии, так и в лайве. Только пользователи моего канала могут воспользоваться возвратом ставки в 1000 рублей, ничем не рискуя. Даже если ваша первая ставка не сыграла, вы получите эту сумму на ваш баланс. Переходите по ссылке и регистрируйтесь на «Зигзаг Спорт», после чего обратитесь в службу поддержки с промокодом 1000B. Ну, если брать Шатова, я уже здесь, в принципе, все описал еще в первой части ролика. Очень много травм, достаточно серьезные проблемы с физикой, которые, опять же, связаны с травмами и повреждениями. И в результате Шатов потерял былую скорость, былую маневренность. Плюс к этому ему сейчас уже 30-ник. Кстати, поздравляем с днем рождения. Именно сегодня ему исполнилось 30, и стало известно, что он покидает команду. Как-то даже немножко обидно. И, разумеется, Олег, как футболист, который всегда базировался на темпе, на скорости, на маневре, сейчас он, конечно, неизбежно потеряет былой уровень игры. И неудивительно, что «Зенит» решил все-таки с ним расстаться. Да, он по-прежнему приносил немало пользы своей команде. Если посмотреть на его статистику, то в 20 матчах у него 3 мяча, 6 голевых передач. И учитывая то, что он наиграл всего лишь 1000 минут, получается, что он каждые где-то 110 минут отмечался либо забитым мячом, либо голевой передачей. Так-то это отличная статистика, но мы понимаем, что Шатов очень редко появляется на поле. У него постоянно болячки. В этом сезоне, завершившемся, у него было два серьезных повреждения. И, конечно же, «Зенит» не может рассчитывать всерьез на футболиста, который то лечится, то травмирован, то он возвращается, то он не в форме и так далее. Здесь, конечно, Шатов был проблемным элементом. Санкт-Петербург, конечно, имеет серьезный бюджет, но платить большие деньги игроку, который проводит всего 1000 минут в год в сезон, это, на мой взгляд, чересчур, даже для Санкт-Петербурга. И поэтому мы должны понимать, что есть альтернативы. У «Зенита» в атаке появился и «Малком», который после травмы отошел и показал приличный уровень игры. Появился «Сутармин», который, несмотря на опасения и сомнения, оказался полезным игроком ротации, который тоже и забивает, и приносит голевые передачи, как Шатов. Но он моложе Шатова, и он не такой травматичный, как Шатов. И к тому же «Сутармин», так скажем, имеет отношение к системе Санкт-Петербургского «Зенита». Поэтому его оставляют, а Шатова нет. Плюс к этому Дариуси уже объявили в различных СМИ, что он остается в команде, плюс есть другие варианты, плюс «Мостовой» может вернуться, плюс «Кокорин» может вернуться. И в этих условиях Шатов оказался просто не удел. Он, конечно же, мог бы и дальше приносить «Зениту» определенную пользу, но учитывая, что это высокооплачиваемый футболист здесь, санкт-петербуржцы решили, возможно, немножко рационализировать бюджет. Потому что, конечно, у них есть финансы, но финансовый фэрплей у «Ефашной» не дремлет. И он может заметить, если «Зенит» будет тратить слишком много, в том числе на игроков скамейки запасных. Касательно «Смольникова», здесь все несколько тоньше. И поэтому здесь были слухи о том, что команда предлагала новый контракт футболисту. Но все-таки мы должны понимать, что «Смольников» — это чисто любивый игрок. Это футболист, который привык быть на первых ролях. И, возможно, поэтому он сам не согласился на новые условия, чтобы найти себе серьезную команду какую-нибудь, в том числе, возможно, еврокубковую, и там играть стабильно. Ведь всем понятно, «Караваев» сейчас номер один на позиции правого защитника. А учитывая, что «Семак», ну, чаще всего, любят использовать консервативный подход к составу, то есть практически не проводить ротацию, использовать одних и тех же футболистов. И в следующем сезоне «Смольников» неизбежно сидел бы на скамейке запасных, если бы не было каких-то экстренных случаев вроде травмы или дисквалификации «Караваева». А так, Вячеслав, уже сейчас выглядит посильнее «Смольникова» в атаке. В плане защиты здесь вопрос дискуссионный, но, в принципе, оборона «Зенита» сама по себе очень организованная, и здесь какие-то недостатки «Караваева», возможно, они не так заметны. А в атаке он однозначно эффективнее «Смольникова», он моложе, он скоростнее, он мобильнее, он при этом имеет больше перспективы для развития, потому что, повторяю, игрок молодой, он выносливее. В общем, здесь все плюсы на стороне «Караваева». Смольников, конечно, трудяга, боец, и поэтому его хотели оставить в команде, но гарантировать ему более-менее стабильную практику никто не мог, поэтому он, возможно, и отказался. При этом хотелось бы отметить, что у «Зенита» возникает логичный вопрос, а кто теперь резервный правый защитник? Дуглас Сантос в своей карьере, я специально посмотрел, ни разу не выходил на позицию правого защитника. Резервистов особо нет у «Зенита». Есть, конечно, Кузяев, супер-универсальный футболист, но у него, во-первых, тоже истекающий контракт, и он может уйти. Ну и к тому же на позиции правого защитника он все-таки актуален, в первую очередь, в рамках схемы с тремя центральными футболистами обороны. А вот в четверке защитников он, как мне кажется, не совсем уместен. Вот именно лотераля правого он может отлично сыграть, а правого защитника вот здесь могут возникнуть вопросы. Если брать других игроков, Терентьев из Уфы вроде как возвращается. Во всяком случае, об этом были сообщения. Но, опять же, большой вопрос. Он в Уфе-то не был основным футболистом. Насколько он готов к тому, чтобы в «Зените» сейчас играть хотя бы в роли запасного игрока, сменщика для Караваева? Не будет ли это проблемой? Есть Круговой, который, опять же, выступал в Уфе, который сейчас вернется в «Зенит». Он был выкуплен и отдан на право Хаэнде в Уфу обратно. И сейчас, по слухам, опять же, его могут вернуть. Круговой – левый защитник. И его брали в первую очередь как подмену для Дугласа Сантоса. Но, что характерно, в последнем матче этого сезона в составе Уфы именно он вышел справа в защите. На правом фланге, причем в рамках схемы с четырьмя футболистами обороны. Любопытный нюанс, который, возможно, дает шанс Круговому стать универсальным резервистом. Вот знаете, как Альваре Арбелоа был универсальным крайним защитником в Реале времен Моуиньо и мог подменить слева Марселу, а справа тогда еще Серхио Рамоса, действовавшего на фланге. Возможно, таким же станет Круговой. Но, опять же, возникает вопрос. У него нет нужного опыта. Он все-таки футболист еще совсем молодой. И он не пропитался духом даже высшей лиги российской. Он только-только начинает делать первые шаги в большом российском футболе. А ему, вполне возможно, предстоит играть в Еврокубках, в Лиге Чемпионов, если нужно будет подменить Караваева. Справится ли он с этим? Больший вопрос. И в этих условиях к Зениту, возможно, придется подписывать нового игрока. Покупать иностранца на эту позицию, тем более на роль, скажем так, сменщика для Караваева, это слишком жирно. Потому что 8 легионеров, новый лимит и все остальное. А вот брать российского игрока, ну кто здесь просматривается? Петрова попытаться подписать из Краснодара, но это придется платить серьезные деньги, скорее всего. Игнатьева из Локомотива, ну не отдаст Лока. Кого еще здесь можно найти? У нас не сказать, чтобы много сильных правых защитников. ЦСКА Майо Фернандеса тоже не продаст ни за какие ковришки. В общем, здесь большой вопрос к Зениту, как они будут справляться теперь с вопросом глубины состава, в частности на позиции права футболиста обороны. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.